Просыпайся, Челябинск, на календаре 21 сентября. Дню футбола сегодня посвящен наш эфир, поэтому я говорю как футбольный комментатор. Ну, у меня не получается. Совсем недавно в нашей студии был главный трофей Кубок Мира FIFA. А для миллионов мальчишек, мужчин, да что уж там говорить, даже для нас, женщин, наверное, мечта увидеть Кубок. И вообще это грандиозное событие, предстоящий чемпионат мира. А вот вообще в список фанатов входит и наш коллега. Ну, ходят все наши коллеги, ну а прямо сейчас у нас в гостях футбольный фанат Константин Гришенков. Константин, здравствуйте. Вы уже взрослый мужчина и до сих пор болеете, даже шарфик надели. А почему нет? Вообще, когда начала проявляться любовь к футболу? Или это в крови? Ну, это такой сложный вопрос. Я, наверное, могу вспомнить первый матч, который я смотрел, мне было 9 лет. Это был 99-й год, отборочный на Евро-2000. Наши тогда выиграли французов. Этот матч, к сожалению, не смотрел. Был очень много слухов по этому поводу, много разговоров. И был решающий матч со сборной Украины. Со сборной Украины нам нужна была только победа, чтобы выйти на Евро-2000. Буквально за 15 минут до конца наши забили. И вот уже, казалось бы, все, победим сейчас. Однако Филимонов, тогдашний вратарь, совершил ошибку. Случилась ничья. На Евро мы не попали. 9-летний мальчик перед сном плакал. Надеемся, в этом году, точнее, в следующем сборной они разочаруют вас. Я знаю, что не с пустыми руками пришли. У нас вот целая стопка журналов. Да, это мое хобби. Это специальные лицензионные официальные журналы. Можно посмотреть? Безусловно. Просто кубок нельзя было трогать. Их можно, их можно, они для этого и созданы. Насколько я понимаю, у нас есть даже видео. Мы снимали как раз твое хобби до этого. Здесь какие-то наклейки, да? Здесь, то есть, каждому крупному турниру, Евро или Чемпионату мира, выпускается такая коллекция. А вот, кстати, смотрите, у нас есть, как это выглядит, все вблизи. Здесь фотографии, да? Здесь фотографии футболистов, они в виде наклеек. Каждая наклейка под своим номером. Ты их покупаешь, собираешь полный альбом, берешь, составляешь коллекцию. Это просто коллекция? Там потом призы не приходят, когда ты собрал, наконец-то? Нет, ну там всегда проводятся конкурсы. Можно сочинить стихотворение на заданную тему, грубо говоря. С указанными словами. И тебе в качестве приза много наклеек подарят. А, еще наклеек. Очень здорово. Сколько денег на все это потрачено наверняка? Ну, оценить сложно. Вообще, сейчас вот те, которые нынешние, да, вот Кубок Конфедерации наши, дорога к Чемпионату мира, их может позволить себе купить даже подросток на карманные средства. Альбом стоит 200 рублей, упаковка наклеек 35. Если говорить о более старых альбомах, там уже более такие значительные цифры. Ну, скажем, вот первый официальный альбом Мексика 70, Чемпионат мира Мексики, да. Он полностью, коллекция наклеек и сам альбом стоит от 700 тысяч рублей. 700 тысяч рублей? Да. Ну, у вас такого нет, Константин. У меня такого нет. Ой, а то почти зависть проснулась. Если сохранить, и через 30 лет можно, наверное, и в «Россия-2018» продать альбом за нормальную зубу. Ну, сейчас это стало более популярно, но почему нет? Давайте попробуем. 70 лет вам еще нужно будет прожить, вы понимаете, да? Ну, я не против. Отлично. Мы знаем, что у вас есть какая-то интересная история, связанная с тем, что вы пытались взять или даже взяли автограф у кого-то известного футболиста. Это даже такая... Не взял. Увы, не взял. А, это печальная история. Это печальная. Хорошо. Я тогда жил еще в Новосибирске. Вот, я болею за футбольный клуб «Сибирь». И это был сезон 15-16. Приезжал клуб «Торпеда Армавир» гостить туда. Ну, на футбольный матч, собственно. Матч проходил в «Манеж-Заря». Там прекрасный «Манеж». И тренером «Торпеда Армавир» был тогда Валерий Карпин, который, кстати, в Украине и забивал в 99-м году. Экс-тренер «Спартака» москальского. Да, да. И «Торпеда Армавир» в том числе теперь. Я хотел взять у него автограф. Ну, то есть там «Манеж», такой парапет, скажем так. К 88-й минуте я подобрался в порт, ну, встал с трибуны. Карпин был буквально вот уже в шаговой доступности. Просто крикни «Валерий Георгиевич», там, он тебе распишется. Но в наши ворота тогда поставили третий пенальти, и на поле началась самая настоящая драка. Вместо того, чтобы взять автограф, я стал свидетелем между футболистами. Между футболистами. Обычно у футболистов драться не принято, дерутся обычно в хоккее. Но в этот раз там были и рассечения, и штрафные санкции. То есть было интересно. То есть устроили хоккей на футбольном поле. Можно и так сказать. Главное, чтобы болельщики себя при этом еще ввели культурно, потому что любят, я знаю, некоторые фанаты выбегать на поле во время игры. Ну, шумели мы знатно, конечно, но на поле никто не выбегал. Константин, прогноз ваш на 2018 год. Какое место займет российская сборная? Я даже не берусь прогнозировать. Побудьте немного осьминогом. Я в эфире могу публично заявить, что я своим друзьям пообещал, если мы выступим точно так же, либо хуже, чем на Евро 2016, я заканчиваю с увлечением футболом. Но Кубок Конфедерации показал, что выступим мы лучше. И я в это верю. Я тоже верю. Будем в это верить. Большое вам спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях был футбольный фанат Константин Гришенков.